На портале Экзегет поступил вопрос Как маловерующего тяжело больного человека вразумить на исповедь и причастие? Очень часто христиане недопонимают суть причастия Они слышат только слова «в исцелении души и тела» То есть хотят, чтобы само причастие в этом случае было как лекарство И потом человек, который действительно или маловерующий, или неверующий Или крещённые, но не воцерковлённые То есть хотят просто одним причастием помочь в качестве исцеления его болезни Но надо понимать, что болезнь человеку очень часто даётся Как в разумлении того, что через страдания он достигает смирения, кротости Нуждается в помощи Божией И потому у такого человека не возникнет вопроса Зачем ему исповедоваться, зачем ему причаститься Такой человек сам будет просить о помощи Именно духовной поддержки через исповедь и через причастие А если человек, допустим, не понимает И у него нет покаяния, нет смирения, кротости То такому человеку просто ни исповедь, ни причастие не поможет Потому что, как правильно, нет раскаяния То есть это может быть всё формально Священник придёт, примет какую-то оправдательную исповедь Причастит, но вот того, что люди все хотят Исцеления души и тела не произойдёт Потому как бы надо стараться такого человека Вразумлять, беседовать Пытаться добиться его расположения к исповеди, к причастию И тогда звать священника И такой вопрос будет действительно актуален И такому человеку можно помочь Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!